За период с 24 по 28 февраля сотрудники отдела ГИБДД составили 105 административных протоколов. Из них сразу дюжину собрал один водитель. Сыровчанин поплатился за злостную неуплату штрафов, которые ему ранее выписали за нарушение правил дорожного движения. За минувшую неделю на дорогах произошло 4 ДТП с материальным ущербом и одно с пострадавшим. 24 февраля на улице Академика Харитона водитель за рулем Хендай Тусана, сдавая назад, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Рено Логан. И в результате ДТП водитель Рено Логан получил телесные повреждения в виде ушибленной раны лобной части головы. Кроме того, в отношении водителя Рено Логан также были составлены некоторые другие протоколы. В частности, он был привлечен к установленным законом административной ответственности по части 1 ст. 12.37 административного кодекса за управление транспортным средством, будучи не вписанным в страховое поле СОСАГО. Из-за температурных перепадов на дорогах города сложилась крайне непростая ситуация. Как пояснили в отделе ГИБДД, алгоритм работы в таких условиях давно отработан. Ранним утром инспектор дорожного надзора объехал улицы, чтобы проверить, насколько они соответствуют ГОСТам. И в настоящее время готовится ряд предписаний на устранение тех нарушений, которые были выявлены. Это и устранение колейности, сужение проезжей части, там, где она действительно есть. На улице Садовой, например, мы только утром не успели составить предписание, а уже ДЭП практически с 8 часов начал там работать, если бы вы видели, проезжали там. С 1 марта должны были вступить в силу новые правила проведения технического осмотра автомобилей. Ожидалось, что карты будут оформлять только в электронном виде, а заезд и выезд автомобиля с сервиса начнут фотографировать. Но на днях премьер Михаил Мишустин заявил, что новые правила отложат до 1 октября. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.